Всем привет. Это второй ролик на тему девиаций, которые происходят с сознанием иммигрантов. Первый ролик был посвящен тому, что некоторая часть иммигрантов, оказавшись в некоторых сложных условиях, начинает изменять своим моральным принципам, терять их и обманывать ближнего своего. А сегодня у нас тема немножко другая. Сегодня никого обманывать не будем. Сегодня у нас эмигрант-патриотизм. Я назвал это явление эмигрант-патриотизм. Это когда человек, уехавший за границу, эмигрирующий, начинает вдруг становиться страшным патриотом государства, из которого он уехал. Упор на слово государство. Страну, где мы родились, откуда мы уехали по каким-то причинам, мы все равно продолжаем любить. Там остались знакомые, там остались зачастую родственники. Там прошло детство. Все равно какие-то теплые чувства к стране, они продолжают оставаться, как у меня осталось теплое чувство к Казахстану. Но речь не об этом. Речь о том, что часть эмигрантов становятся такими страшными патриотами. Держите меня семеро. Именно государство. Если вы не понимаете различия между государством и страной, вам не стоит дальше слушать, значит у вас некоторые проблемы. Страна одна. На протяжении некоторых стран, столетия, некоторые тысячелетия существуют. И за это время меняются государства. Да, в Германии было Гитлеровское государство, было какая-то Веймарская республика, есть сегодняшняя Германия. Это все разные государства. Это одна страна и совершенно разные государства. Так же, как и в России были совершенно разные государства на одной и той же территории, где жили одни и те же поколения людей. То есть, страна одна, государство может быть разное. Это просто и понятно, да? И вот явление, когда люди, уехав за границу, зачастую в страну НАТО, в страну потенциального противника, вдруг в них просыпаются какие-то ужасные патриотические чувства к государству, из которого они уехали. Причем это заметно не только по комментариям в социальных сетях. У меня даже на канале таких, комментариев довольно много. Люди выходят натурально. Вот были события, например, когда какие-то конфликты, когда какие-то санкции. Люди выходят на демонстрации в Болгарии, в Софии, в Варне выходили, митинговали с флажками. Эмигранты. Когда проводятся выборы, те, кто еще не потерял российского гражданства, ну, остался гражданином России, они при этом, ну, во многих странах, процент тех, кто голосует за государство, из которого эти люди уехали по какой-то причине. Тех, кто голосует за власть, очень большой процент. В этом есть какое-то противоречие, в этом есть что-то противоестественное. То есть, возникает естественный вопрос. Если тебя все устраивает в государстве, если тебе все вот так вот нравилось, зачем ты уехал? И почему ты не вернешься? В сегодняшней обстановке политической, сегодня, когда реально Россия ведет против остального мира гибридную войну. Каким-то образом есть вмешательство в выборы, каким-то образом где-то поддержка партии определенного толка, где-то поддержка сепаратизма. То есть, Россия де-факто. Ну, где-то это принимает характер каких-то вот любителей Солсберецкого собора, которые ездят по чужим территориям и кого-то там травят. Давайте посмотрим. Вот у меня есть теория, почему люди себя так видят. Давайте, мы не будем брать тех, кто за деньги, да? Мы не будем брать тех, кто по работе. Такие тоже есть. А вот обычная, вот я знаю, бабуля, там приехала бабуля, которая вот так искренне, ну, телевизор. То есть, она приехала, в Германии живет или где-то живет в другой стране. Смотрит, тарелку поставили, смотрят те же российские каналы. Ну, вот она остается в той абсолютно обстановке. Вот что происходит с этими людьми, которые совсем искренне, уехав за границу, являются патриотами государства, от которого они уехали. А здесь, вот по моей теории, с которой вы согласитесь или нет, напишите в комментарии, происходит следующее. Для тех, кому больше сорока, то есть, либо кто советский человек, либо кто ребенок, воспитанный в советской семье, с советскими понятиями, вот для них отъезд за границу был или изменой родине, или наказанием, высылкой, так сказать, высылкой врага. А вот тогда, в советское время, я жил тогда, я это помню, да? Ну, кто не помнит, почитайте, в Довлатово, в ее заповеднике было. Ваша жена изменила родине. Она уехала за границу жить, а ему говорят, ваша жена изменила родину. И это так было. То есть, отъезд за границу, вот спортсмены поехали в команду, и кто-то остался, стал невозвращенцем. Это воспринималось, как измена родине. И вот этих бабуль, которые сейчас, вот пишут мне комментарии, такие полоумные, вот эти бабули, у них где-то внутри, в подсознании сидит, что они изменили родине. Вот она сидит и думает, а я же изменится, я себя, я изменила родине. Это может быть на уровне подсознания, но это есть. И соответственно, вот это чувство вины, оно требует компенсации. И компенсация проходит именно в виде вот этих комментариев в социальных сетях. Вот это выхода с флажками там к посольству. То есть, люди компенсируют свое чувство вины. Не понимая, как они смешно, в общем-то, смотрятся, ну, ввиду такого очевидного противоречия. Ну, зачем ты уехал в страну НАТО, если... Ну, и так далее, и так далее. То есть, вопрос вопрос такой банальный, но против него сказать-то нечего. Почему они не возвращаются? Ну, возникает естественно вопрос, ну, сказать, такого человека сводится. А чего ты сидишь? Вот в Болгарии я неоднократно вот с этим... Интересно было, я даже эксперименты ставил. А почему ты не возвращаешься? Вот что тебя держит? Наиболее популярный был ответ такой. Вот мне климат. Мне врачи сказали, мне вот климат нужен. Ну, извини, а какой климат? Ну, вон Сочи. Там климат даже лучше. По деньгам то же самое. А тем более потом Крым. Вот Крым тоже Черное море и климат, так сказать, даже посимпатичнее, чем в Болгарии. Почему в Болгарию-то надо ехать в страну НАТО, во вражескую, когда есть вот, пожалуйста, в твоей России, любимой, есть тебе места, где для твоего здоровья все вот абсолютно идеально. Ну, такие люди говорят, я подлечусь, я вот подлечусь, поправлю здоровье и вернусь. Другой вариант ответа, я тут по работе. Как по работе? Ну, я же знаю, что ты где-то работаешь или ты нигде не работаешь. Или ты вот в агентстве недвижимости работаешь. И что это? Что это значит по работе? Я поработаю и вернусь. То есть, у таких людей всегда есть такой вот момент, я здесь временно, я вернусь. Хотя, на самом деле, ничего страшнее, как потерять этот вид на жительство, для них нет. То есть, они держатся, ты его, так сказать, никакими силами не выпнешь оттуда. То есть, зубами, когтями вцепятся. А вот при этом говорят, что нет, нет, я обязательно потом уеду, я обязательно потом вернусь. Это плюрализм. Просто вот у людей в голове некоторый плюрализм. А вы, пожалуйста, в комментариях напишите, что вы думаете про мою теорию, про вот это чувство вины и попытку его компенсировать. Возможно, у вас другое мнение. И вот понимаете, вот в этой ситуации, кто честнее и порядочней? Вот я или вот эта бабуля, которая мне пишет? Как страна? Отлично. Я как стране, да, у меня вот жена русская, у меня, так сказать, друзей полно русских. Я как-то, да, вот мне как стране вопросов нет. Литература русская, язык русский. Вот государство путинское мне не очень нравится. Я вот думаю, что оно ведет Россию в тупик. Во-первых. Во-вторых, оно реально ведет какую-то гибридную войну против Запада, против той страны, где я живу. Оно представляет, вот государство, не страна, а государство сегодняшнее, представляет некоторую угрозу мира. Ну, это мы видим вот с украинские события. Я так и думаю, и так я и говорю. Я честен. Понимаете? И при таком отношении я не вступаю в противоречие с самим собой. Или вы, бабуля или дедуля, которая с одной стороны уехала в страну НАТО жить к врагам, а с другой стороны показывает себя ужасным таким патриотом. Вот вы и есть настоящие изменники. То есть, если ты любишь кого-то и бросаешь, да, ты вот ты любишь и бросил. Вот это измена, это предательство. Вы об этом как-то вот думаете или возвращаетесь домой и там живите, там помогаете государству своему. А находясь за границей, ну, конечно, тут удобнее, приятнее быть патриотом. Ну, это в России традиционно, это еще столетия назад было. Уехать за границу и из-за границы, сидя где-нибудь под пальмами на лазунном берегу, страшно страдать по любимой родине. Вот моя позиция такая, как она есть. А напишите, что вы про это думаете. Постарайтесь действительно думать перед тем, как писать. Потому что, ну, я отвечаю на комментарии. Если комментарий, так сказать, достоин ответа, вы достойный ответ получите. Надеюсь, что этот ролик заставит кое-кого задуматься о собственной адекватности. Как бы неприятно это не было. Если услышанное понравилось или не понравилось, все равно поставьте лайк. Подписывайтесь на канал, включайте уведомления. Готовьтесь усиленно к Новому году и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok